Приветствую вас, уважаемые зрители! С вами я, Ведьмак, это рубрика Kerbal Suicide Program И я недавно вернулся из двухнедельной поездки в сибирскую глубинку по командировке Вот, и решил сразу же заслать наших любимых зеленых друзей в тоже какую-нибудь глубинку подальше в космос Вот, то бишь, эту неделю мы с вами будем играть Kerbal Space Program Начнем мы сегодня с одного проекта, который я хочу реализовать Немножко расскажу о наших целях этого будущего полета Так, у меня тут какие-то остались непонятки, летающие на орбите с предыдущих полетов Все уберем В общем, сейчас я хочу... Такой масштаб показываю, короче, солнце, планеты, ага Нет, мы всего лишь с вами отправимся по довольно специфическому маршруту, который я никогда не выполнял Мне стало интересно, смогу ли я это сделать Итак, я хочу построить специальный корабль, состоящий из двух блоков Мы полетим с вами из Кербина на Муну Выйдем на орбиту Ну, может быть, даже не выйдем на орбиту, а просто пролетим мимо И отделим один из этих блоков, который будет представлять из себя автономную исследовательскую лабораторию Которая приземлится на Муну и будет оттуда периодически посылать различную информацию на Кербин Такая маленькая исследовательская станция Основной блок, в котором будет у нас Кербонавт, дальше полетит на Минмус Вот такая вот у меня задумка Не знаю, насколько это будет реализуемо Насколько я смогу это сделать Но мы с вами попробуем Для того, чтобы все это сейчас сотворить Мне, скорее всего, понадобится ряд запчастей Которые мы еще не открыли В первую очередь, меня интересует вот эта вот штука Fuel Systems Мне интересуют как раз таки топливные шланги Потому что без них довольно сложно формировать Цельную ракету С нормальными ступенями, которые передают друг другу топливо Вот, которыми я привык использовать Поэтому мы сейчас сами как раз таки займемся Получение необходимого количества науки Для прокачки дальнейшей Прокачки вот этого вот блока Я уже подготовил себе небольшой кораблик Который назвал Farmer Потому что мы будем фармить науку Вот По сути, это вот такая вот штука Неуправляемый беспилотный модуль А весь увешанный батарейками Солнечными панелями Антеннами Вот Плюс у него есть контейнер хичхекера Для, соответственно, исследования Контейнер с ГУ И термометр Я прилепил Не знаю, работает ли термометр Сейчас у нас при получении науки Ну, не важно Вот А вот эта часть нижняя Я ее содрал с предыдущих наших приключений Вот видите, я в совассемблилс Добавил вот такой вот себе носитель И его, в принципе, нам хватит А сейчас мы всю эту хренотень Вот верхнюю, конечно, хренотень Мы отправим в далекий космос Куда-то в круговую орбиту вокруг Солнца Вот и все По ходу дела Пока она будет лететь Она будет с различных точек В орбите Посылать нам науку Наберем необходимое число Естественно, получим Возможность прокачать Топливные шланги И тогда уже приступим К конструированию ракеты Для нашего долгого Эротического путешествия Итак 3, 2, 1 Поехали Весь полет я вам показывать не буду Увидимся на орбите Итак Мы с вами немножко взлетели Сейчас я выйду изначально на Круговую орбиту вокруг Кербина После чего мы Не останавливаясь Продолжим ускоряться Чтобы выйти из системы После того, как Наш корабль покинет Систему Кербина Мы окажемся на орбите Вокруг Солнца Мы продолжим ускоряться До тех пор, пока Какой-то орбиты Не достигнем вокруг Солнца Естественно Из разных точек этой орбиты Мы будем посылать Сигналы Проводить исследования Скорее всего В зависимости от положения корабля Будут различные результаты Различная научная ценность В принципе Мы можем уже сейчас Немножко Сами Поотправлять данных Давайте посмотрим на Гу Так, все Кончилось топливо И как раз у нас Вот этой Ракеты-носителя Хватило, чтобы Чтобы вывести нас На орбиту вокруг Кербола Так называемого Где мой термометр? Минус 197 градусов Давайте Отправим эту информацию Очень важную Да Наш этот спутник Он не передает Никакой информации Он у нас Тупой И не может создавать репорты Ну что Давайте с вами Продвинемся Пока ускоримся Как упадем на орбиты Вокруг Кербола Уже начнем Я думаю Более часто Передавать информацию Но в принципе Можно уже С этого расстояния Попробовать Передать Что-нибудь Солнечных панелей У нас хватает Для того, чтобы Обеспечить В принципе Все эти передачи Ну вот Сойдет Так 4.3 всего лишь Маловато конечно Вообще Ничего не стоит Информация А здесь у нас Минус 200 градусов Почему? Окей Ладно Почему-то не разрешает Собирать температурную информацию Ладно Значит поехали дальше Сейчас достигнем орбиты Пусть 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 интересно почему научный термометр меряет температуру не в кельвинах а в каких-то других единицах видимо цельсия все-таки местного цельсия так надо все та же самая информация будем ее посылать я почитал недавно планируемые изменения в версии 0.23 там как раз таки обсуждалось то что то эти исследовательские запчасти нельзя будет вот так вот использовать раз за разом о температура изменилась поднимается почему-то видимо потому что мы на солнце находимся а если я так сделаю очень странно я вроде бы направил боком на солнце температура должна подниматься стремно стремно вот нельзя будет очень переиспользовать эти части много раз сейчас то делается поэтому готовьтесь не знаю чему на готовьтесь так все мы на орбите вокруг кирбола попробуем отсюда что-нибудь отправить забыл ускорение отличить так вот в космосе вокруг солнца мы сможем утра только 20 процентов до 20 75 достаточно большая уже сумма нам в принципе этого скорее всего уже хватит 55 до хватит для того чтобы уже пить все необходимое но пока что я жадный будем смотреть за другими материалами управлять данные 44 отлично я считаю почему непонятно ну да ладно давайте что ли попробуем ускориться может быть пересечемся с орбитой дюны не знаю конечно как воеджер этот агрегат у нас не вылетит за пределы системы скорее всего не хватит топлива потому что двигатель немножко не тот который нужно атомного двигателя нет у нас возможность поставить поэтому пользуемся тем что есть может выйдем не знаю хотя вряд ли будет какая-то вытянутая орбита вокруг кирбола ну и пусть себе летает хотя нет смотрите-ка почти почти хватило топлива для того чтобы улететь с системы ладно давайте еще попробуем поотправлять пока что у нас есть возможность доделать ну кстати в ускорении это гораздо быстрее происходит поэтому не будем из него уходить еще давай ну давайте еще разок так и теперь гу посмотрим клево 66 еще давай ну и давай еще разок на всякий случай так но температуру мы не можем с вами посмотреть что печально значит значит давайте ускоримся по максимуму может быть у нас условия эксперимента изменятся мы сможем поймать какие-то еще полезные данные так смотрим на наш контейнер ну нет ничего нового но отправим у нас такой спутник который там не знаю раз в неделю отправляет данные на планету даже не столько спутник сколько такая межпланетарная исследовательская станция на дальней орбите вокруг солнца которая как раз таки собирает всю полезную информацию об условиях в дальнем космосе ничего полезности по всему пока мы с вами не не выйдем на орбиту какой-нибудь планеты условия не изменятся то есть в принципе собирать информацию из этого космоса забит вокруг кирбола в принципе бессмысленно уже можно конечно высосать последние остатки до тех пор пока вообще не станет 0 присылать науки но мы не до такой степени жадные нет ничего не меняется ну и ладно я считаю достаточно возвращаемся космический центр смотрим сколько у нас получилось с вами науки science 458 я считаю это успех давайте исследовать вот эти я так понимаю блоки пока что в игру не внесены то есть режим карьеры еще будет развиваться и развиваться поэтому имеет смысл подождать а то это уже пошли большие у нас объемы да большие размеры двигателей топливных баков и тому подобного так давайте что-нибудь для науки исследуем хотя нет надо аккуратнее не тратить сейчас а то блин купишь вот это вот нам пригодится батарея солнечный массив акселерометр а то видимо тоже научная что-то да и кому на трон маленький окей я хочу еще вот это вот исследовать и пока наверное будет достаточно вот тоже какие то а вот electric propulsion system это ионный двигатель его как раз будет отлично вставить на всякие вот такие вот исследовательские спутники дальнего полета потому что они тратят минимум топлива точнее они насколько я понял вообще не тратят топлива да то есть туда загружен газ ксенон который разогревается до состояния плазмы вот и я конечно не очень хорошо знаю устройство ионного двигателя насколько знаю там рабочее тело практически не израсходуется несмотря на то что ускорение очень маленькое вот такие двигатели они могут практически до бесконечности разгоняться 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 такие спутники такие исследовательские станции уже у нас выводятся на земле на орбиту они несколько лет могут разгоняться после чего уходят в исследование пески и полеты ну да ладно что-то я улегся давайте теперь уже будем конструировать то зачем мы все здесь сегодня собрались а именно наполовину пилотируем пилотируемый наполовину не пилотируемый полет полет у нас подразумевает все таки с возвратом поэтому будем ставить расчет теперь надо подумать что нам необходимо для такого вот полета так чем больше запчастей тем больше начинаешь уже путаться это уже это маленький наоборот двигатель да пиу такая пушка окей 30 всего лишь у нее тяга этого 50 ну в принципе нормально нормально теперь что мы сделаем у нас есть больший бак так наконец-то мы сможем использовать большие баки для конструирования полетов но нам большой в принципе а нет получается нужен будет нам тысячи будет а лестницы я купил нам частично ну ладно так ну ладно я наверное вернусь к вам когда придумаю все таки с чего будет состоять мой агрегат потому что так в середине размышлять можно долго так в общем конструировал ракету игра у меня заглючила началось твориться бесконечное копирование блоков вот дублирование и все такое поэтому сейчас я играть закончу потом мы продолжим с вами следующей серии в общем основная верхняя часть ракеты получилась у меня вот такая вот монструозная просто чудовище я не знаю франкенштейн вот вот это вот все вот это все это у нас полетит на минус из-за того что приходится тащить за собой этот контейнер хитчхикера контейнеры сгу электромодули солнечные панели да топливо рсс она получилась такая вот вытянутая в длину но будем надеяться что за счет низкой гравитации минуса у нас не будет проблем с посадкой вот тут еще плюс снизу у нас прилепился вот такой вот небольшой кусочек который полетит на муну а поскольку я дурак такой не прокачал себе беспилотные модули плоские такие круглые мне пришлось вот этот вот шар короче присобачить сюда вот буквально ну вместо того чтобы короче его колбасить вот так вот да я его приколбасил все вертикально может быть так будет покомпактнее немножко ну посмотрим в следующей серии мы начнем вот это все счастье запускать если она все таки решит запуститься потому что глючит оно пока что страшно не знаю даже чем это все закончится модуль как видите вместо того чтобы удаляться копируется до бесконечности и так далее и так далее при запуске у меня при тестовом запуске произошло вообще какое-то чудовище давайте запустим посмотрим что получится ну да конечно ладно на этом все с вами был я бедьмак спасибо что смотрели подписывайтесь на канал оставляйте комментарии приходите смотреть еще всем пока пока